Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Два года сижу дома, на работу уйти не могу, очень сильная слабость после ковида. Работаю удалённо, в общем, так сложилось, что не хочется вроде ничего менять. Но не хватает коллектива общения, чувствую себя заверти, иногда хожу по магазинам, это стремилось радостно, без них ходить тоже не получается. Поправилась на 15 килограмм, нет вообще мотивации худеть, просто ем от скуки. Мне 40 лет, отношений нет и не хочу, есть дочка 12 лет. Здоровье ослабло, но не критично. В общем, хандра какая-то доходит до эмоционального холода и равнодушия, эмоции как застыли. Как себя разморозить, как выйти из хандры, чем заменить социум. Друзья стали утомлять, да и немного у меня, я больше работал, была погружена всегда. Здоровье ослабло, но хронического ничего нет, то есть лечить нечего. Но разве давление из-за веса стало скакать. Ну, в первую очередь, я бы хотел, наверное, указать на то, что возможно, только возможно, у вас после заболевания развилась депрессия. Такие случаи есть, они существуют, они реальны, вот, поэтому я бы рекомендовал вам в этом смысле, конечно, обратиться к врачу, неврологу, вот, клиническому психологу, либо психиатру, для того, чтобы вам продиагностировали наличие или отсутствие вас депрессии. Вот, если там все хорошо, то обращайтесь к психологу, нужно будет поработать с вашим эмоциональным состоянием, поработать с эмоцией. Вот, вполне возможно, что данная проблематика у вас была всегда, чувствуется у вас некоторая закрытость, чувствуется у вас некоторая подавленность. Вот, как правило, это, ну, следствие такого, знаете, некоторого такого негативного опыта, скажем так, который в вашей жизни был, который в вашей жизни наличествовал, и это, то, что вот вы описываете, вполне может быть следствием того самого опыта, негативного, травмирующего и так далее. То есть, ваша погруженность работает хорошо, но не совсем понятно то, как именно вы, ну, как бы, погружаетесь в работу, да? То есть, не совсем понятно то, из чего, из какого чувства вы погружены в свою работу. То есть, эта погруженность, она связана с тем, что вы от чего-то бежите, или это погруженность, погруженность, точнее, в работу, связанного с тем, что вы действительно увлечены работой. То есть, тут вот нужно смотреть. Я бы обратил внимание еще на то, что ваши друзья вас утомляют. То есть, что такое утомление, утомление, да? Друзья. Утомление друзьями – это история про то, что я с этими людьми не могу быть, ну, такой, какой я. Такой, какой я хочу быть с друзьями, ну, как-то, вот для меня это невозможно, скажем так, да? Вот. Для меня это невозможно, и, как правило, это связано с тем, что человек себя обесценивает. То есть, вот вы, получается, как бы, себя обесцениваете в этом смысле. И, как бы, не просто обесцениваете, да, а не принимаете. И одиночество, по большому счету, это именно результат того, что вы себя не принимаете. То есть, одиноким человек себя чувствует тогда, когда он что-то в себе не принимает. То есть, он себя так говорит. Если говорить о заедании, то, как правило, заедание представляет собой взаимодействие с тревогой. Ну, то есть, человек, в данном случае вы, как бы, через заедание пытается снять, снять тревогу. Вот. Вопрос здесь заключается в том, да, по поводу чего ваш тревог. Что такое тревог? Это некая угроза человеку. Вот. На которую он не реагирует. Либо не знает, как реагировать, либо не реагирует, либо не замечает вообще. То есть, ну, то есть, вообще не замечает, как бы, тревогу. Ну, то есть, потому что. Потому что, ну, вот так, как бы, ну, привычнее, так, выгоднее, да, не замечать тревогу. Только она от этого меньше не становится. Тревога, я имею в виду. Вот как-то так. То есть, в первую очередь, я бы все-таки сказал вам обратиться именно к врачу. Потому что, вот, есть, ну, подтверждение, есть подтверждение того, что после заболевания ковидом, да, у человека может развиваться депрессия. И последнее, на что, пожалуй, я бы хотел обратить внимание, это на то, что, вот, вы предпочитаете, вместо того, чтобы просто сказать, ну, название болезни, вот, вы говорите всем известное заболевание на букву К. Вот очень много, очень много слов, такое ощущение, что вы, вот, как бы, ну, имеете какое-то, какое-то особое отношение к этому заболеванию. Вот. Не знаю, может быть, оно вас травмировало, может быть, что-то еще, но в любом случае, то, что вы избегаете, вот, этого слова, это говорит о наличии определенного у вас мистического мышления, то есть, это именно мистическое мышление, то есть, я не буду, я не буду от чего-то говорить, ну, вот, и этого, соответственно, как бы не, ну, как бы не будет, вот. Это, это тоже является механизмом избегания, то есть, вы склонны избегать. С этим тоже нужно работать, да, чтобы вы не избегались, чтобы как-то, вот, все-таки, ну, сталкивались лицом к лицу с проблематикой, вот, какой бы она ни была, но вполне возможно, что вам в этом нужна поддержка, самостоятельно вам тяжело. Ну, и то, что вы не хотите отношений, да, есть такое ощущение, что вы, вот, в этом смысле поставили на себе крест, ну, вот. Это может быть как следствие, опять же, вашего депрессивного состояния, так и это может быть результатом негативного опыта, ну, то есть, того, вот, как вы, там, воспринимаете негативный опыт, скажем так. Вот, на этом все, я надеюсь, что мой ответ вам был полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду благодарен за обратную связь по нему, это позволит вам начать работу над собой, а желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, за помощью вам она пригодится.